все поняла ладно ну ждем до забыть а это они нам оставили что ли вот это вот байду назар ну прочитай вот эти вот вот еще написано почтял степа мы к тебе как дела дорогой да это наш стёпа это его компьютер да тут он живет у нас стёпа живет с котом это коля это поле вам когда я родила стёпу и он немножечко подрос естественно захотелось еще раз не получилось не получилось там когда я стёпу рожала чего-то не повредили не вышло и естественно возникла мысль что когда не получается родить так набрать приемного никакого там спаса спасу сироту вообще близко даже не был вот совсем а я такой въедливый очень человек то есть если какая-то тема мне интересует я прям в нее погружаюсь прям вот совсем и я наверное четыре месяца не вылезала из интернета я перечитала все что только можно было найти на эту тему я добралась до всех самых там жестких историй я писала а а что не получилось у вас ну прям в личку уже да то есть когда я где-то находил у кого сложности да я начинаю спрашивать что вам не так а что там а как это когда запах не нравится да а как это когда он ведет себя плохо как это вот это ну да и все я поняла что по моему мне кажется я готова и я открываю эту базу данных и мне вываливаются анкеты я на первую анкету смотрю там совершенно такой как это всклопоченный ребенок с вот такими вот глазами и я сижу я русаша мужу саша саши иди сюда 2 часа ночи ну то есть я же это ночные бдения это все вот если на форумах что случилось что смотри он чего смотри какая смотрит ну вот в ход ну ладно ну пусть чукча будет следующий раз я прилетела они собрали администрацию на эту комиссию они мне дали отказ пошли все они и написала пять писем я написал в прокуратуру красноярского края уполномоченным по правам ребенка администрацию красноярского края в министерство образования и в этот единый россии до кучи там выбор какие-то они готовились ведомку и шуршат вот и все и через десять дней мне звонят из той опеки скажем что вы сразу в фуркуратуру я верну а что делать ты мне как-то это приезжайте забирайте ребенка все готово все документы вот так у меня соня появилась ей было 7 месяцев и я привезла домой и все у меня не было никакой адаптации вообще где-то мы через пару лет с девчонками сидели отрещали и что-то начали знать кто до какого возраста детей кормил грудью я говорю стёпы я кормил до года а соню я и сижу вспоминаю когда какого в этой сумме подожди сейчас я подожди сейчас я вспомнился я же не кормила вообще да то есть я вообще забыла да как подожди стопом и сижу сейчас злюсь думаю почему не могу вспомнить до какого возраста я кормила грудью всем привет с вами я степан савельев и вы хотели чтобы я записал за своей сестрой соней пожалуйста сон уже 7 лет в сентябре она уже пойдет в школу ставьте лайки если хотите и удачи первом классе соня про что мы сегодня будем снимать видео сегодня мы будем снимать видео по моих кукол но необычное если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ну пойдем ты мне покажешь если заши пришли эту штукой а где твой фигуру на фигуру на шкафу достань мне а на диване мы пойдем я тебе зашью пугольцу мы с тобой померим ты мне покажешь где будешь стереться ладно так давай пришить пугольцу а здесь дырка должна быть подожди так и тут кто зашил дырку нет здесь ее нет вообще ну мне здесь надо зашить так может мы тогда просто зашьем вот так я пришлю и все да ага спасибо так давай спасибо дорогой и ты прям в нем пойдешь да так ты смотри ты сможешь шахло показать где вы там гуляете зачем потому что она тебе сейчас в лагерь повезет не будет остаться ладно хорошо покажешь Назара я нашла в Тверской области он был в детском доме для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением работы мозга вот мне выходит тетушка главный врач выходит выносит эту карту я я начинаю смотреть ну нормально все она как нормально все вы не понимаете здесь же вот это вот это все вот это вот там куча ягнение нормально все несет ребенка ну вот это же вам на всю жизнь там что-то я был я не понимаю что она всю жизнь но он же весь вы видите он же больной весит да я не вижу где он больной то Ну, а реально там, ну, то есть все нормально, там только много всего страшного написано, да, но это я, ну, вот, уже научилась читать карты, в том числе, кстати, когда я сидела вот на этих форумах, да, я еще и очень много времени посвятила изучению вот этих всех возможных диагнозов, что они означают. Вот, быстро-быстро, очень как-то оформили все документы, и я его поехала забирать, мы вот так ехали, это, 4 часа мы в машине, вот так я его держу, и он вот так на меня смотрит и молчит, и я на него вот так смотрю, молчусь, и я так его пытаюсь, и думаю, положу, может, поспать, и он так обратно, и вот, в общем, так мы 4 часа ехали, он неделю молчал, он вообще не издавал ни одного звука, вообще вот совсем просто ни одного звука не издавал. И я думала, что-то, ну, как-то, может, с ним не то, что, понимаешь, ну, то есть я его там беру на руки и думаю, а что он не орет-то? Сколько ему было? Ему 10 месяцев было, ну, 11, по-моему, вот так, да, но заорал. Я хочу стать полицейским, потому что полицейские ловят преступников, помогают людям, пожилым, они спасают город от бандитов. Мы были на Азовском море, и вот на площадке он гуляет, мы с детьми гуляем, и все такие, а мне все про него говорят, какой мужичок классный растет у вас, какой классный мужичок. Ну, да, а он такой прям, такой прям мужичок такой. Я как-то сижу на площадке, очередной, значит, ко мне папашка какой-то подошел, говорит, какой у вас прям мужичок классный. И я сижу, ой, какой он хороший, и вот так прям, иди сюда быстрее. И все, и меня прям вот с того момента, я от него отлепиться не могу уже. Я прямо, я вот сейчас его до сих пор, я его прям тискаю. Вот сейчас ему 7 лет уже, и вот сейчас уже мы идем по улице, а он руку так раз. Я думаю, как-то, ах-то, почему? Все, что ли, уже? Вот, да, ну он прям классный, прям с ума сойти. И не смотри, Оля, ну отверни. Я отвернусь, я не вижу. Я не знаю, куда. Эй, ну сейчас, я тебя спрячу. Ой, я не знаю, я не знаю, куда ты попадаешь. Я вижу, ты посмотри, а мне. Мам, мам, куплю. А теперь угадай. Мам, ну ты подгоняешь. Вообще, в этой, во всей истории, самый такой ребенок пострадавший, если можно его так назвать, это, конечно, Степа. Значит, когда появилась Соня, я на тот момент тоже старалась к этому подготовиться. Я всех знакомых, которые приезжали смотреть Соню, я их предупреждала. Пожалуйста, больше всего внимания вы должны уделять Степе. Если вы везете Соне подарок, вы не можете не подарить ничего Степе, да, то есть, и обязательно там больше внимания нужно, ну и это, собственно говоря, такое правило, да, то есть, когда приходит новый ребенок, внимание больше всего нужно имеющимся детям уделять, потому что они себя чувствуют пострадавшими, да, в этой ситуации. Вообще, я люблю кушать нашей столовой, там очень хвост такой. Но сегодня я не нашел у себя денег. Спросил у Мишки, Мишка, у тебя есть деньги? А он говорит, нету. Посмотрел, что есть бесплатно. Макароны в коктаву. Значит, Степ, смотри, нам нужно решить, что ты, бабушка... Кто там у тебя? Я снимаю! Что ты снимаешь? Как я отравился в Чебуречную? Естественно, ты еще в Чебуречную ходишь. Значит, я вам вот что скажу, дорогие товарищи. В Чебуречной сама атмосфера отравленная, поэтому ходить туда нельзя, не в кости. Мам, ну пожалуйста! Ну все, все, не кипятись, я ухожу. Потом поговорим. Продолжаем. А что у меня становился... А, на макаронах какао. Я, кстати, Степу спрашиваю, когда завели кота, как звать-то это будет? Он говорит, ну, Николай. Я говорю, почему? Да-то как. Вот такой Николай у нас. Вот, как я хлебну. Давайте, кто громче хлебнет? Давайте, кто... В какой-то момент одна девчонка выложила несколько фотографий из базы данных девочек, бритых, на лысо, лысых девочек. И одна фотография совершенно вот прям меня зацепила так, что я не могла от нее оторваться. И я смотрю-смотрю на эту девочку, ну вот, вернее, там непонятно даже, есть фотография девочка или мальчик, да? И все, и смотрю, и смотрю, и смотрю, и смотрю. Я там позвонила туда, мне говорят, о, нет, это, ну, все, она там совсем плохая, там, столько диагнозов, там, гидроцефалия, ДЦП, там, угу-угу. Я говорю, ну, ладно. Я думаю, подожди, гидроцефалия, это же когда вот такая голова? И они мне по телефону тоже говорят, у нее голова вот как ведро. А я смотрю на фотографию, ну, то есть, возвращаясь, все равно продолжаю возвращаться и смотреть на фотографию. Я звоню, подождите, у нее уже нормальная голова-то на фотографии, абсолютно нормальная, ну, как бы. Они говорят, ну, сейчас, подождите. Достань, там, вот это вот, смотрит. Нет, это, ну, нет, у нее тоже гидроцефалия, но это не у той такая голова, там еще одна есть такая голова. Я говорю, а у этой какая голова? Они говорят, у этой нормальная голова. Я говорю, ну, а гидроцефалия? Она есть, но она субкомпенсированная. Я говорю, ну, а ДЦП? ДЦП есть, говорят. Я говорю, еще чего есть? Еще порог сердца есть. Я говорю, ну, ладно. Потом я им перезвоню. Ну, вот так вот, ну, руки как-то работают, ноги не очень в общем ну не ну что войны говорят но это же не вообще не вариант это же она никакая они мне никакая перевод не забываем получишь да ой мы только думаем о том как ножки идут ладно они а вкусняшка давай мы посмотрим еду знакомиться на нее смотрю она действительно не ходит но ноги так как-то двигаются у нее вот руками нормально она все это может брать не говорит и почти пять лет через две недели мне позвонили из дома ребенка из опеки вернее запеки с крема и переводим дды и я сказал что не переводить в дды и забираю почему я и забираю потому что ну вот ну потому что это ей приговор дды и но все но это конец ну то есть это реально для нее конец потому что как ее не забрать это значит что она туда переедет она там совсем сляжет шансов у нее никаких и все я еще как боялась потому что когда я вдруг поняла вот ясно сказала да что я ее забираю и тут прям вот меня прям ужас такой накрыл да что я делаю вообще какой кошмар катастрофы я это же но я сразу начинаю думать хорошо я то есть меня значит эти практические вопросы я живу на пятом этаже без лифта а если она не пойдет то надо будет переезжать я же ее до какого-то момента буду таскать да потом то я уже уже не смогу таскать то есть это значит что надо переезжать на первый этаж коляска если она не заговорит это значит что мне нужно учить язык этих глухонемых ну если вообще она сможет этим языком овладеть да давай первое слово п-о-л-к-а полка с-о-в-ка совка нет еще раз посмотри второй о с-о-в-ка да где ката первую неделю все здесь ползали потому что она ползала на коленях вернее то есть она не не на четвереньках на коленях она ползала то есть него такие вот были здесь коленки раздолбанные совершенно вот потом она потихонечку мы и начали на ноги поднимать там реабилитации вот это все через девять месяцев когда я ее привезла к дефектологу она уже говорила вовсю она уже ходила ну так немножечко вот и дефектолог сказал что вот за то что она сейчас говорит вот так все общается это спасибо вашим детям то есть это не научили спим спим? да а папа что ты пьешь там все время? кофе видишь? видишь? видишь кофе и это она да подождите я еще не успела и тогда она стала расслабляться и начала играть потому что если раньше она была в напряжении в таком да то тут она стала играть и стала она играть так она нашла значит она находила кукол взяла вот эту коробку с колготками своими и связывала им руки куклам и клала их спать то есть она их раскладывала спать связывала руки выключала свет и выходила все куклы спят я говорю ну а почему ты их связываешь она начала показывать ну как так надо вот так надо связывать руки вот так надо связывать руки вот здесь вот чтобы тихо спали и вот так она плала спать но я так думаю что но вряд ли их учили так играть да скорее всего это то что с ними делали в доме ребенка потому что просто так взять вот откуда то связывание рук колготками и ног мне бы например голову такое не пришло играть до в пять лет в такие игры и так раскладывать спать да потому что так будет тихо я так думаю что она еще там была же в такой в группе милосердия да скорее всего и там же дети разные бывают тот себя царапать кто-то еще что то есть мне кажется это достаточно такая вы стандартная история когда детей связывают давай вперед оле нравятся танцы она прям танцует без остановки единственная сейчас проблема что нету у нас таких кружков танцев куда бы брали вот таких детей оле она первое время она не понимала как можно не выполнить какую-то команду то есть мы сидим например за столом ужинаем назар ест не доедает отодвигает горит я не буду больше и оле такой страх то есть она смотрит на него и на меня что сейчас будет даже то есть нельзя не доесть да ты что вот или там есть стакан воды ставлю она пьет я вижу она не хочет пить она прям давится и допивает его потому что ну вот как бы вели она да то есть я так понимаю что вот это все вместе с со связанными руками совсем то есть это абсолютная такая покорности все что сказали все делай ну сейчас она в школе уже в первый класс отучилась нормально ей нравится то есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что-то такое, да? То есть социально опасный элемент наверняка ворует, наверняка матом ругается, наверняка там курит, еще что-то такое. И это страшная такая штука. Вообще подростков у нас боятся в стране, да? А если еще и подросток из детского дома, это какой-то капец. Я повезла этих кандидатов в приемные родители в этот театральный лагерь, и вот там были эти, значит, ребята, они с ними начали знакомиться. Это, наверное, был мой первый раз, когда вот я так близко увидела подростков из детского дома. И, честно говоря, для меня это было такое странное впечатление, ну дети и дети. Полина, ты здесь? У тебя тут как? Можно к тебе? Ну, да, можно. Потихоньку только. Потихоньку только. Тут вот Полина у нас. Ну, в принципе... Ну так, порядок, нормально, нормально, сейчас. Я стала общаться как раз с ребятами из Челябинского детского дома, там их было пять человек. Среди них была Полина. Как-то мы переписывались, переписывались, и я думаю, ну дай-ка я ее приглашу в гости на Новый год на две недели. Перегласила, и она приехала сюда. Ее забрали в три года из семьи. Потом ее взяли в приемную семью, вернули. Потом ее попытался забрать, папа вернул. Потом ее взяли еще в одну семью, вернули. И потом вот уже появилась я. Ну, на самом деле, я еще сама не уверена, чем я хочу заниматься, поэтому я еще думаю. Ты хочешь потом вернуться в Челябинск или нет? Нет, зачем? Мам, ты считаешь, пожалуйста. Нет, 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 нет. Я туда приезжаю раз в год в гости, то там дни пять. В последнее время уже стало очень... Ну, я первое время, когда сюда приехала, я приезжала там на две недели, на неделю. И мне казалось, это уже постепенно, ну слишком много в Челябинске время проводить. Потом я стала на пять дней приезжать. Ну, вот так, ну там просто делать нечего. Единственное, вот туда для чего я приезжаю, это потому что у меня там бабушка. А так, ну тут круто. Ну, что сказать. Здесь куча детей, да, и там один ребенок инвалид, да, значит, здесь есть Степа мрачный, который, ну, все вот так он, вот так. То есть он, он же честно, кстати, говорит, я не могу, говорит, сказать, что я прям фанат, и мне вот это все нравится, да, что здесь происходит в этом доме, да. Но, с другой стороны, я понимаю, что их ждало бы, если бы мы их не взяли, да. Ну, вот со Степой надо было поработать, детей надо было тоже подготовить, да. Там мне пришлось разобраться со своими страхами, потому что, ну, вот тот подросток, который у меня сидит дома, Степа, да, он нормальный. Он там не пьет, не курит, у нас абсолютно доверительные отношения, он мне говорит. Все, он мне может там дать вплоть до паролей там от своих соцсетей, то есть в этом смысле. Или он может ко мне в компьютер, у него там доступ к моей почте есть, да. То есть мы в этом смысле абсолютно всегда откровенно обо всем говорим, и он знает, что там даже, когда он мне там какие-то неприятные вещи говорит, я нормально реагирую. Да, я, ну, да, мне там это не нравится, но давай обсудим. Вот. А тут незнакомый подросток, который может курить, врать. Потом я, у меня был страх такой, а как я буду реагировать там, ну, если она сексом начнется. Я вообще не знаю, как к этой теме, да, подходить. И так мне это было как-то неожиданно для меня, да, там, а если там сбегать будет, или я не знаю вообще, то есть, ну, вот. И мне пришлось тоже с психологом вот это вот все, да, прорабатывать, как мне выступать в этой ситуации, да, то есть как все это переживать, проживать. Вот день до ее отъезда обратного я ей сказала, как ты смотришь на то, чтобы сюда переехать, совсем. Она сказала, я хорошо смотрю, мне все нравится, мне по кайфу. Детям она нравилась. Ну, я понимала, что это такой, наверное, медовенький месяц, да, там, у нее единственный был страх, что она будет плохо учиться. Вот, а я ей сказала, что, ну, ты просто обязана плохо учиться. Ну, то есть я бы удивилась, если бы ты пришла и начала там, например, четверки, пятерки учиться, потому что что-то не то было бы. Но мне в этом смысле легче, я очень спокойно отношусь к плохой учебе. Хотя, конечно, были приколы, там она подходит ко мне через там несколько дней, да, когда мой приехал, говорит, а где моя такая футболочка беленькая, значит, с красным, я не знаю, наверное, стирки, она, ну, я же три дня назад сдала. Сдала, иди, стирай. Ну, то есть сама вот машинка, вот эта, сдала три дня назад стирку. Здесь мама отдыхает, да? Диван раскладывается, включается телевизор, ну, или компьютер. Гаснет свет и смотрим фильмы. Ну, вообще, фильмы редко вместе смотрим. Хотя, вот, когда начиналась пандемия, ну, только-только, когда уже начиналось там все закрываться, когда уже объявили, что все сидим дома, были потрясающие. Не знаю, никогда, наверное, такого не было. Хотя, может быть, но я это где-то там быстро это все промелькнула. Мы каждый день сидели на этом диване, валялись, не знаю, что-то ели, смотрели фильмы. Мама была постоянно дома, она высыпалась. Было все хорошее настроение. В общем, было здорово. Я танцую, я не играю. А где танцуешь? Вообще танцуешь или, в смысле, куда-то ходишь? Я хожу. Куда? Я танцую в прутанцах. Это студия Мигеля. Как, шестой месяц карантина, самоизоляции. Ногти, значит, у всех, ну, никакого шелака. Вот это все. Мама, я тебя снимаю уже. Уже природная, у всех уже природная красота. Дети осутонели, родители осутонели. И тут я такая, значит, ну, сейчас я вас научу, как правильно воспитывать детей. Ну, как-то так, типа, педоблогерка строганого. Вот так. Мне кажется, хорошо. Нет? Да, хорошо. Только надо название придумать еще. Занимательная педагогика. Чего ржать-то? Все, на стоп нажимаю. Хочется спать периодически. Вот. А так, да, я даже в театр успеваю ходить. Я раз в неделю хожу в театр. Для меня это отдых. Я считаю, что самый главный ресурс в семье – это мое хорошее самочувствие. Это самое важное, что должно быть. И потому что, если мне хорошо, всем хорошо. Если мне будет плохо, никому не будет хорошо. Никому не будет хорошо. Поэтому моя задача – заботиться о себе и о своем ресурсе. Я убеждена, что если мы взрослые хорошо поработаем, то в нашей стране дети могут не жить в детских домах. Это точно возможно. У нас чуть больше 140 миллионов человек и порядка 70 тысяч детей в учреждениях. Есть опыт других стран и в постсоветском пространстве. Они это показали. Это возможно. Это не заоблачная идея. Станет легче, когда родители отпустят, что вдруг он вырастет таким, а вдруг он вырастет сяким. Он вырастет, какой вырастет. Но сегодня он живет в семье, а не в учреждении, где он не может выбрать даже, с чем он будет есть бутерброд. Конечно, очень хотелось бы, чтобы каждый человек задал себе этот вопрос. А мог бы я взять ребенка из детского дома? Кстати, надо сказать, что необязательно сразу принимать ребенка в семью навсегда. Можно стать наставником ребенка и регулярно с ним общаться, еженедельно вытаскивать его из учреждения, показывать ему реальный мир, показывать, как живет ваша семья, как живете вы. И после этого вы можете принять решение, хотите ли вы оформить опеку над ним, или продолжить эти отношения. На самом деле важно донести до людей, которые об этом думают, что вы не одни пройдете этот путь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!